Восьмидесятилетие образования Краснодарского края и 225-е годовщина освоения казаками кубанских земель. Праздник жителей всего региона. Одна из знаковых премьер – кубанские казаки в его руках. Интересно, на чем режиссер сделает акцент и что для него в приоритете на эти вопросы и постараюсь найти ответы. В эфире телеканала Кубань 24 программа арт-интервью. С вами Екатерина Славянская. В Краснодарском академическом театре драмы имени Горького к 80-летию образования Краснодарского края готовят премьеру спектакля «Кубанские казаки». Все подробности узнаем у режиссера-постановщика народного артиста России, обладателя национальной театральной премии «Золотая маска» Кирилла Стрежнева. Кирилл Савельевич, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, расскажите, пожалуйста, какой же будет этот спектакль? Хороший. Да нет, если серьезно, во-первых, я очень польщен приглашением, потому что это событие федерального уровня, и то, что мне предложили поставить спектакль, посвященный 80-летию Кубани, это уже само по себе почетно. Во-вторых, я горячо поддерживаю выбор руководства театра именно этого названия, потому что в Краснодаре не идут кубанские казаки, это странно. А уж к 80-летию так это должно быть. И третье, и третье, это замечательный театр с очень сильной труппой, с очень хорошими артистами. И я вот там четвертую неделю репетирую спектакль и просто получаю очень большое творческое удовольствие от работы с артистами над этим материалом в этом театре. Ну, вот такие... Это не дежурные комплименты, я абсолютно искренне сейчас говорю. И это приятно слышать. Вот. Кроме всего прочего, если кому-то будет интересно, я в 2005 году два спектакля делал в музыкальном театре в Краснодарском. Ну, это был 2005 год, это было вот сколько лет назад, 12. Вот. И за 12 лет я город не узнал совершенно. Потому что в пятом году... Измеренность, да? В пятом году это был пыльный, грязный, провинциальный город, который кроме раздражения у меня ничего не вызывал. Театр и дом. Театр и дом. Всё. И не было даже желания пройтись, посмотреть. Нет. Никакого. И какое чудо произошло чуть больше десятилетия. Это чистый город, заасфальтированный, с хорошими тротуарами. Ну, порядок просто. Я очень много езжу по России и вижу, как развиваются города. Вот есть города, в которых 20-летиями ничего не происходит. Остановилось будто бы время, да? Только ветшает. А здесь, значит, люди работали на город и создавали всю инфраструктуру. Просто другой город. Появились ли какие-то места любимые? Или вот то, что запомнилось? Раз уж мы так говорим о городе. Очень нравится Красная. Потому что это такой бульвар, который... Вообще мне Краснодар напоминает Барселону. Угу. Интересное сравнение. Потому что вот это вот Красное. Я каждый год отдыхаю в Каталонии и обожаю это место, считаю это лучшее место вообще в мире. А теперь еще и Краснодар. Улица, которая ведет вот станция метро, она километр к колонне, памятник Колумбу, к морю, порт. Вот. Это бульвар. Такой же бульвар, как Красное. И вот там вот гуляют люди. И там вот так комфортно. И такое же небо всегда ясное. И так же тепло, и жарко. Пошел на Красную. Так я же в Барселоне. Ты был замечательный, да. Кубанская Барселона. Кубанская Барселона, да. Хорошо. Кирилл Савельевич, ну давайте вернемся все-таки к пьесе. Получается, что это всероссийская премьера, потому что был только сделан киносценарий. В театре не оставили. Вот вы как работали с этим материалом? И как вы думаете, почему все-таки так произошло? И вы, так сказать, новатор. Мне кажется, что постановка кубанских казаков для меня, конечно же, эксперимент. Конечно. Потому что, ну, понимаете, какая штука. Я-то думал, что казачество, оно... Вот казачество везде одинаковое. Потом я прочел огромное количество литературы. И оказалось, что донское казачество – это донское, кубанское – кубанское, оренбургское – оренбургское. Это все разные совершенно... Разная эстетика, разные костюмы, разные манеры поведения, разный менталитет. И это, конечно, совершенно уникальный шанс. Я благодарен судьбе за это приглашение, потому что для меня открылась какая-то новая историческая страница. Я познал вот, что вы казачество. Ну, не знал я, что это уникальное соединение российско-украинско-кавказских традиций в этом казачестве. А каковы они, вот ваш сторонний взгляд, кубанские казаки? Мне кажется, что влияние Закавказья внесло очень такую важную лепту в формировании менталитета этих людей. Потому что мы знаем, какие грузины, какие армяне, какая правда у них. И у меня очень много... Сильные, сильные нации. Сильные. И вот то, что кубанские казаки пропитались еще вот этим Закавказьем, кроме России и Украины, это создало такой неповторимый совершенно колорит. Мне очень нравится. Как этот колорит мы увидим? Такие, раскройте некоторые секреты, да? Режиссерские находки. На самом деле, на самом деле, вот мы можем говорить... Действие происходит в 1947 году. Мы знаем фильм Ивана Пырева, где такая сталинская книга о вкусной и здоровой пище. Такой парадный фасад. Но мы же понимаем, что в 1947 году страна занималась восстановлением, а не праздником. Вот поэтому праздник, праздник придумывает себе сам человек. Потому что вот это вот... У Погодина пьеса называлась «Веселая ярмарка». Вот эту веселую ярмарку придумали сами люди. Это их мечта о том, как бы они хотели жить. И поэтому большая часть спектакля, кроме первых двух-трех эпизодов, бытовых таких, пока ярмарка не началась, вот эта большая часть спектакля – это гротеск, это преувеличение, это вот такие огромные арбузы, вот такие вот сливы. То есть все, как мечтается человеку, у которого это пока нет. И мне очень хотелось бы, чтобы мы донесли до сегодняшнего современного зрителя одну простую вещь. На нас обваливается ежедневно, ежечасно, ежеминутно огромное количество негативной информации. Из разных средств. Мы становимся агрессивными, злобными, защищаемся, воспринимаем этот негатив, он очень влияет на современного человека. И мне хотелось бы, чтобы вот, а мы сделали спектакль, в котором, и вот сейчас с артистами бьемся за это, за то, чтобы генерировать вот эту вот лучезарность, доброту, наивность. Это не одноклеточность, а это наивность людей того середины прошлого века, когда мы видим эти кадры, когда на параде со знаменами идут. Они же счастливые. Счастливые не потому, что под автоматом они идут, они верили в это дело. Я хочу, чтобы зритель сегодняшнего дня пришел на спектакль, увидел вот этих вот людей, которых мы вот покажем им, дай бог, со сцены, и позавидовали. И подумали потом, да, что-то я такой злой, наверное, может быть, мне взять пример, вот как им легко жилось. Легко им жилось? Нелегко. Да, конечно, нет. Нелегко. Сколько всего им предстояло сделать. Ощущение другое совершенно. И вера во что-то. Даже в призрачные идеалы. Но вера, она окрыляла людей. Давала силы. И давала силы. А легко ли вам давалось сделать счастливыми артистов, чтобы они это прочувствовали? Первые две недели очень тяжело. И вот только сейчас, вот только сейчас включились в то, что я получаю, вот последние буквально 2-3 дня репетиций, я получаю очень большое удовольствие. Невзирая в каком составе, там два состава исполнителей, неважно, все включились вот в эту игру, вот, и становятся от репетиции к репетиции все наивнее, все лучезарнее, вот это вот свечение возникает. И это очень здорово. Потому что, между прочим, это, потому что очень отвечает духу Кубани, лучезарность. Кирилл Алексеевич, спасибо вам огромное. Обязательно посмотрим. Счастливых артистов и счастливых героев этой постановки. Спасибо большое вам. Спасибо. Это была программа «Арт-интервью». Оставайтесь с нами на телеканале «Кубань-24». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова